Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, добрый вечер! Вы слушаете радио Мария Латвия в эфире передачи События и вести. С вами Элина Чулкстена, автор и ведущая. Начну с актуальных, важных новостей. Папа Римский рассказал о своем визите в страны Балтии. В своей еженедельной публичной проповеди на площади Святого Петра 27 сентября Папа Римский Франциск рассказал о впечатлениях от недавней поездки в Литву, Латвию и Эстонию. Целью моего визита было объявить еще раз радость Евангелия и революцию милосердия, потому что одна свобода не может дать полного смысла жизни без любви, любви Бога. Во время испытания Евангелия укрепляет и поддерживает борьбу за свободу, а во времена свободы оно – та соль, которая дает вкус современной жизни и предотвращает коррупцию и эгоизм, сказал Папа. Он рассказал, что при встрече с молодежью Вильнюса ощутил присутствие Иисуса Христа, а во время встречи с пожилыми людьми в Риге подчеркнул связь между терпением и надеждой. Прошли годы, сменились разные режимы, но в Вильнюсе над острой брамой Богородица продолжает смотреть на свой народ, как знак верной надежды и утешения. Во время месс в Каунасе, Аглоне и Таллине верующие, в чьих сердцах Господь пробудил радость крещения, снова смогли сказать свое «да» Христу, заключил Папа свою проповедь. Святой Престол выступил за полный запрет ядерных испытаний. Ватиканский секретарь по связям с государствами, архиепископ Пол Ричард Галахер выступил на 62-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Иерарх призвал мировых лидеров и страны планеты содействовать ядерному нераспространению и разоружению, мирному использованию ядерных технологий и целостному развитию человека, особенно в беднейших странах. Святой Престол, отметил архиепископ, поддерживает многочисленные инициативы МАГАТЭ по укреплению международного сотрудничества в целях построения истинного и прочного глобального мира. Иерарх подчеркнул пагубность последствий ядерных испытаний для окружающей среды, а также необходимость продвинутых стратегий в области защиты здоровья. Современный мир остро нуждается в глобальной этике, ответственности, солидарности и коллективной безопасности. Эти принципы должны занять место старых способов мышления, которые часто руководствуются личными интересами и недоверием. Мы должны признать, что наш мир и безопасность в конечном счете зависят от мира и безопасности других, подчеркнул ватиканский секретарь по связям с государствами. Ординарий католической епархии в США не нашел естественных причин мироточения статуи Богородицы в Нью-Мексико. Как сообщалось ранее, 20 мая текущего года в торжество Пятидесятницы верующие заметили выступающие слезы на статуе Богородицы в приходе Девы Марии Гваделупской в городе Хопсе в штате Нью-Мексико, это США. В дальнейшем это явление повторилось еще дважды. На следующий день после Пятидесятницы в праздник Пресвятой Девы Марии и Матери Церкви 21 мая и 9 июня в день памяти непорочного сердца Пресвятой Девы Марии. После того, как слезы утирали, они начинали течь снова, будучи похожи скорее на пахнущее розами масло, чем на воду. Химический анализ в отделении показал, что это ароматизированное оливковое масло, схожее по консистенции с миром, которое правящие епископы ежегодно освящают на страстной неделе. В августе ординарий Диоцеза Лас Крусис, к которому относится приход в Хопсе епископа Скарканту, подвел итог первой фазы расследования на епархиальном уровне. «Мы не обнаружили естественных причин для выделения статуи жидкости», сказал он и добавил. «Если же причина сверхъестественна, то нужно разобраться от Бога это или от дьявола. Напомню, что Церковь верит в существование падших ангелов, которые порой пытаются нас обмануть». Таким образом, процесс распознавания должен быть продолжен, и он будет отталкиваться от духовных плодов, коими сопровождается явление мироточивой фигуры. Эти плоды Святого Духа перечислены святым апостолом Павлом в его послании к Галатам. Любовь, радость, мир, долгопотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии таких плодов, требуется более длительное время. Кровь Святого Януария стала жидкой 19 сентября нынешнего года в ходе проходящей в Капитральном соборе Неаполя трижды в год церемонии, но участвовавший в традиционном ритуале кардинал неожиданно заболел. Кардинал Крышенце Сепе, архиепископ Неаполя, побледнел, был вынужден сесть по данным информационного агентства Анса. Кровь Святого, по сообщению агентства, разжижилась, но кардинал был не способен взять в руки реликварии, так как ему стало плохо. Разжижение крови Святого Януария, как утверждают в Неаполе, происходит три раза в год. В мае, в декабре и 19 сентября, когда отмечается праздник в честь этого епископа и мученика IV века, который считается небесным покровителем Неаполя. Многие неаполитанцы полагают, что когда кровь Святого остается твердой, она предвещает бедствие. Это предшествовало, например, голоду в 1559 году, вспышки холеры в 1833, бомбардировки союзников в 1944 году и землетрясению в 1980 году. Между тем, согласно католической энциклопедии, выходящей с 1910 года, кровь Святого Януария обычно разжижается в мае-сентябре, но во время декабрьской памяти священномущеника кровь, как правило, остается твердой. Однако в последние годы чудо, как утверждают, происходило во всех трех случаях и в городе была немалая тревога после того, как кровь не сжижалась в декабре 2016 года. В предыдущем году кровь наполовину сжижилась в присутствии папы римского Франциска и стала полностью жидкой только в течение следующей недели. Власти Венеции запретят туристам сидеть на ступеньках перед церквями. Местные власти планируют ввести новые запреты для посещающих Венецию туристов из-за чрезмерного наплыва иностранных гостей, от которых страдает культурное наследие города, сообщает Интерфакс Религия с ссылкой на портал Экспресс. Власти Венеции обсуждают ряд запретов для туристов, посещающих город. По их мнению, из-за овертуризма страдает культурное наследие Венеции, Кроме того, местные жители жалуются на путешественников, которые на отдыхе позволяют себе все, что угодно. Так туристам хотят запретить сидеть на мостовых и на ступеньках церквей и соборов, отмечает издание. За нарушение путешественникам грозит штраф от 50 до 500 евро. Запрет может вступить в силу уже в октябре нынешнего года, пишет портал с ссылкой на мэра Венеции Луиджи Бруньяро. Стоит добавить, что сидеть на ступеньках и памятниках на площади Сан-Марко уже запрещено. Итальянские СМИ отмечают, что если за туристами будут замечены какие-то серьезные нарушения на территории города, то их попросят покинуть его с последующим запретом на выезд. Ранее туристам в Венеции уже запретили есть на улицах города, только в кафе и ресторанах, окунать ноги в каналы, а также включать музыку на лодках, несмотря на то, что это наиболее популярный транспорт в городе среди путешественников, также запрещается бросать мусор в общественных местах, передвигаться по улицам города в купальной одежде или с голым торсом, кормить голубей. Нельзя также передвигаться на велосипедах в историческом центре Венеции, исключение распространяется на местных жителей и детей до 8 лет. Во всем городе запрещается ночевать под открытым небом, лежать на скамейках и делать остановки с туристическим походным снаряжением. В 2017 году был также принят запрет на вход круизных судов в порт города. Однако, эта мера начнет действовать только в 2022 году, когда все суда будут перенаправляться в порт Маргера. Венеция – один из популярных городов мира, который страдает от овертуризма. В 2017 году городские власти запустили компанию Enjoy Respect Венеции, чтобы напомнить туристам о правилах поведения и необходимости сохранения исторического и культурного наследия знаменитого города. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Когда нам кажется, что возвращаются времена мышления, призывающего нас не доверять другим, которые при помощи статистики желают показать, что для нас будет лучше, как укрепиться наше благосостояние и безопасность, если мы будем одни, тогда Мария и ученики этой земли призывают нас в духе всеобщего братства, вновь довериться и принять ближних. Но Мария также показывает себя, как жена, позволяющая принять себя, смиренно соглашается на то, что она ныне становится частью жизни ученика. На брачном пире, оставшемуся без вина, подвергнутому опасности, завершится, исполнив ритуалы, но лишенному любви и радости, она повелела сделать то, что он скажет им. Ныне, как послушная ученица, она позволяет принять себя, переселяется, приспосабливается к ритму жизни более молодого, чем она. Когда мы различны, гармония всегда нелегка. Когда возраст, жизненный опыт и обстоятельства вынуждают нас чувствовать, думать и поступать, на первый взгляд противоположным. Когда мы с верой внимаем заповеди принять и быть принятыми, тогда лишь возможно строить единство в различиях, потому что различия нас не останавливают и не разделяют, но позволяют нам смотреть вглубь, видеть в других их глубочайшее достоинство детей того же Отца. В этой, как и в каждой Евхаристии, мы вспоминаем тот самый день на Голгофе. У подножия Креста Мария напоминает нам радости принятия нас, как своих детей. А ее Сын Иисус призывает нас привести ее в наш дом, поставить ее в центре нашей жизни. Она желает даровать нам свое мужество, быть стойкой, свое смирение, позволившее ей принять жизненные перемены. Она особенно просит нас, чтобы мы все в этом ее святилище решились принимать друг друга без дискриминации, чтобы все в Латвии знали о нашей готовности отдавать предпочтение самым бедным, поднимать тех, которые упали, и принимать других такими, какими мы их встречаем, какие они есть. Это была проповедь Папы Франциска в Аглоне 24 сентября. Перевод делал отец Родион Доля, редактировала я сама. И в завершении, как всегда, черняя молитва. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших, скорбьев наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда. Дева Преславная и Благословенная, Владыщица наша, Защитница наша, Заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, К Сыну Твоему приведи всех нас. Молись о нас, Пресвятая Богородица, да удостоимся Христовых обещаний. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели, за ваше незримое присутствие, за ваши молитвы, за вашу поддержку. До новых встреч! Будьте благословенны! Субтитры подогнал «Симон»!